Прокуратура Прокуратура Указом от 12 января 1722 года император Петр I учреждает прокуратуру Российской области. С целью борьбы с должностными преступлениями, казнократством и взяточничеством. Первым генерал-прокурором стал Павел Иванович Ягужинский. По мере смены исторических эпох подходы к функциям прокуратуры изменялись. После смерти Петра I, особенно в период царствования Анны Иоанновны, прокуратура практически бездействовала. В своих прежних прерогативах надзорные функции прокуратуры были восстановлены в период царствования императрицы Елизаветы Петровны, ее указом от 12 декабря 1741 года. По итогам судебной реформы 1864 года прокуратура Изока Государева превратилась в обвинительный орган. Общий надзор, который до этого осуществляла прокуратура, фактически был упразднен. В результате Октябрьской революции 1917 года было создано новое советское государство. Произошло и возвращение к более широкому значению прокуратуры. Причем процесс этот задянулся на несколько лет и оказался весьма сложным. Первые попытки создания прокурорского надзора в РСФСР относятся к началу 1918 года путем организации так называемого комиссариата публичного обвинения. Конституция СССР 1936 года закрепила важнейший принцип полной независимости прокуратуры от всех других государственных органов. Важным этапом в истории прокуратуры стало принятие 17 января 1992 года Федерального закона о прокуратуре РФ. На сегодняшний день он является основным законодательным актом, регулирующим деятельность прокуратуры России. А 29 декабря 1995 года указом Президента РФ дата 12 января провозглашена в качестве профессионального праздника всех работников прокуратуры, который отмечается с 1996 года. В настоящее время прокуратура полностью сформирована как независимый государственный надзорный орган. Сегодня выдвигаются новые требования к прокурорам и ставятся более сложные задачи. Масштабные реформы, реализация национальных проектов требуют нового качества прокурорского надзора с тем, чтобы правозащитный и правоохранительный потенциал прокуратуры реально способствовал развитию демократического правового государства. В числе приоритетных направлений деятельности органов прокуратуры продолжает оставаться борьба с преступностью и коррупцией, защита прав и законных интересов граждан, обеспечение единства правового пространства страны. В настоящее время органы прокуратуры придают важное значение своевременному информированию органов представительной и исполнительной власти всех уровней о состоянии законности, складывающейся правоприменительной практике. Именно в этом видится основное направление деятельности прокуратуры, от которой во многом зависит благосостояние и правовая защищенность граждан, безопасность и интересы государства.